Чем ближе учебный год, тем чаще госавтоинспекторы пытаются достучаться до безответственных родителей. В среду они провели специальный рейд, чтобы научить пап и мам ценить безопасность собственных чат. Сегодня совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних города Иваново мы проводим рейд по профилактике детского травматизма. То есть мы выявляем нарушения, которые допускают сами несовершеннолетние, выезжая на дорогу на велосипедах, на скутерах. И также выявляем нарушения, связанные с перевозкой детей вне детских удерживающих устройств и не пристегнутых ремнями безопасности. В этой машине двойное нарушение правил перевозки детей. Двойняшек вместо специальных кресел перевозят в обычных колясках. В случае ДТП малышки будут беззащитны. Родители пообещали исправить ошибку, но штраф в размере 500 рублей им все-таки придется оплатить. Здесь ребенок уже не грудного возраста, но также перевозится без удерживающего устройства. А родитель-нарушитель, чтобы избежать наказания, решил ввести в заблуждение сотрудников полиции и сообщил, что мальчику уже есть 12 лет. Добрый день. Какая школа? 50-я? Эдуард Бориславович там директор, да? Не знаешь? А какой класс? Пойдешь в какой класс? Четвертый класс, да? Четвертый класс. Пойдет в четвертый класс. Это 10 лет. На родителя, подающего не самый лучший пример ребенку, составили административный материал. 10 лет он тоже должен сидеть в удерживающий фест? Фест? Переходничок. 300 рублей стоит. А если просто ремень? Нет, нет. Как показал рейд, немногих взрослых заботит безопасность своих детей. Но вскоре все изменится, уверены сотрудники ГИБДД. С 1 сентября в силу вступают изменения в правилах дорожного движения. А точнее, изменения в штрафных санкциях. Сейчас штраф составляет 500 рублей за неиспользование данных устройств. С 1 сентября он будет составлять 3000 рублей. То есть дешевле купить это кресло, чем платить такой большой штраф. Изменения коснутся и штрафов за другие нарушения ПДД. Так, минимальные составят уже не 100, а 500 рублей. Непристегнутый ремень безопасности водитель обойдется в 1000. А разговор по телефону во время движения в 1500 рублей. Но наиболее суровые штрафные санкции коснутся водителей без прав. От 5 до 15 тысяч рублей. И нетрезвых автолюбителей. За такое нарушение с 1 сентября они должны будут заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении данному водителю грозит уже штраф в 50 тысяч рублей. Сами автовладельцы к подобному подражанию относятся положительно. По крайней мере, пока. Только за. Вообще за повышение штрафа и за превышение скорости, и за проезд на красный сигнал светофора. Только ужесточение мер поможет нам соблюдать правила. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.